Уже не первый год в Брестском областном общественно-культурном центре проводится праздник родного языка «Живые в Итоке». В 2016-м программа форума включала в себя пять масштабных мероприятий. Открывал культурный марафон мастер-класс по изобразительному искусству, который провел член Союза художников Беларуси профессор Владимир Рынкевич. Основная цель мероприятия – популяризация белорусского творчества. Первое, чем популяризовать, нужно его видеть. А видуем мы не мастерство в уголе, а конкретных мастеров и конкретных творений. Вот я делаю такую невеличкую справу, я демонструю акварель, свою акварель, демонструю эти способи, приемы и главный способ мыслення, образного мыслення. Вот это самое главное – донести до глядаша и отделника этого семинара подходы домостатства. Тогда будем и детей учить правильно. У мастер-класса Владимира Рынкевича было несколько составляющих, как теоретических, так и практических. Участники мероприятия смогли ознакомиться с работами художника, представленными в рамках специальной экспозиции, понаблюдать за созданием очередного шедевра в режиме реального времени, а также задать интересующие вопросы мастеру кисти. Перенял эстафету праздника родного языка областной тур конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни. В музыкальном соревновании свои силы пробовали 15 талантливых вокалистов. Компетентному жюри предстоял непростой выбор – необходимо было определить тройку лучших. Спробуем найти нечто особливое сиротвыканавца, нечто такое, что не было ранее, например, особливая такая одорность музыкантов. Ну и мы знаходим, завсёды каждый год есть такие выканавцы. А лишь проблема, может, в том, что не хватает репертуара завсёды. Вот столько разов прозвучала песня, одна и та же песня, и с года в год они повтораются. Ну, не веду, что с нашими композиторами. Может, треба всё-таки профессийно на это звернуть увагу. Сами вокалисты признаются, что петь на белорусском языке – одно удовольствие. Он мелодичный, и с его помощью можно передать любые эмоции. А потому проблем с подготовкой к конкурсу не возникло. Для меня, наверное, сложнее всё-таки на английском больше исполнять музыку. А русская и белорусская музыка я исполняю с удовольствием и очень люблю белорусские песни. На самом деле они милозвучные, смысловые и всегда хорошая музыка. Конечно, белорусский – это очень красивый, благозвучный язык, поэтому исполнять на этом языке – одно удовольствие. Впервые праздник родного языка «Живые» в итоге был проведён пять лет назад и за это время успел не только вырасти, но и возмужать. Увеличилось количество мероприятий в его рамках, возросло число участников, всё больше появляется поклонников форума. Но организаторы уверены, всё это только начало. Праздник родного языка должен и обязательно будет иметь продолжение. Я лечу, что это основное святое и особенно, которое проводится в год культуры, потому что есть мова, есть народ. И мне вельми подобается это святое, я лечу его знакомитым, потому что наше подрастающее поколение, которое должно пройти на главный концерт, наше мероприятие, повинно слухать свою родную мову, повинно научаться и поважать ее. И на углу я лечу, что каждый человек, навод, когда он не народился на Беларуси, когда он тут живет, он поведен, ведать. Когда не можно разговаривать, никто не разговаривает, а ли ведать и поважать обовязково. Анастасия Стропко, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин, Целькомпания, Бук ТВ.